Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». С того времени, как компьютерные технологии, а затем и интернет вошли прочно в нашу жизнь, она сильно изменилась. У нас появилась масса возможностей использовать электронные ресурсы и общаться в сети. Но вместе с тем появилась угроза столкнуться с компьютерными вирусами. Сегодня мы поговорим о наиболее опасных из них. Эксперты уверены, что самые опасные компьютерные вирусы на заре эроперсональных компьютеров в 80-х годах не наносили такого огромного ущерба, как их более поздние собратья. Это было связано с тем, что интернет в те годы еще не функционировал в привычном для современного пользователя режиме. Заражались компьютеры в основном через дискеты. Именно поэтому даже самые опасные вирусы заражали сотни, редко тысячи компьютеров. А более поздние их разновидности с развитием интернета и электронной почты – сотни тысяч и миллионы машин. Но если взять начало такой вирусной истории, которая была официально зарегистрирована и прогремела на весь интернет еще тогдашний, это был 1988 год, так называемый червь Морриса, который в те годы поразил значительную часть всего интернета и, по сути дела, сделал неработоспособным более шести тысяч сайтов. Ну а в те годы масштаб интернета был очень маленький. Но если взять то, что было раньше, были и 1983 год, это первые попытки. Был не то, что вирус, а вредоносная программа на конвейере автоваза, в которой тоже кто-то из каких-то соображений, что приз не дали, либо медаль, либо грамот, вот человек сделал. Но вот первый такой считается 1988 год. В те годы вирусы писались именно в исследовательских целях. Знаменитый компьютерный червь был написан американским аспирантом Моррисом для того, чтобы исследовать возможные механизмы распространения вирусов. Но в итоге получилось так, что червь вышел из-под контроля. Он насоздавал массу своих копий. Это привело к значительному пролечу большого сегмента интернета. Были собраны ведущие специалисты со всей Америки. И этот вирус обнаружили и, соответственно, приняли меры для того, чтобы ликвидировать его последствия. Но и так как это был научный вирус, он не содержал в себе никаких деструктивных механизмов. То есть он только размножался и все. И все же создателю вируса Морриса грозил достаточно серьезный судебный срок. На счастье молодого ученого, его отец был среди экспертов, которые искали компьютерного червя. Кроме этого, Моррис представил все исходные тексты этого вируса тем, кто его анализировал. То есть, в принципе, помог минимизировать его последствия. Правосудие пошло на сделку. И вместо 10 лет тюремного заключения ему дали 3 года условно. Так закончилась история, связанная с одним из первых опасных вирусов. Сегодня в мире создано миллион разнообразных компьютерных червей. Так если, например, взять одну из самых популярных антивирусных программ в России, программу антивирус Касперского, то в его базе на данный момент насчитывается порядка 9,8 миллиона разновидностей вирусов. Все они очень похожи друг на друга, как две капли воды. Особенность современных вирусов в том, что они в большинстве своем уже не служат науке. Все поставлено на коммерческую основу. Для того, чтобы вирус проник в компьютер, в этом компьютере, ну и, соответственно, в операционной системе, необходимо найти какую-то уязвимость, ахиллесовую пяту, через которую можно туда проникнуть. Вот этим занимаются хакеры по всему миру. Потом, далее, следующий этап. Все эти уязвимости собираются, естественно, за деньги, следующим уровнем разработчиков. Они уже из этого компонуют вирус. И далее, потом, этот вирус наполняют, ну, в кавычках, можно сказать, полезной нагрузкой, потому что полезная она только для тех, кто его использует, для всех остальных это сплошной вред. Создание вредоносных программ – это целенаправленная реклама. Такие вирусы нередко заказывают те, кто рассылает письма спам в интернете, и те, кто собирает данные о пользователях для размещения рекламы. Спамеры покупают готовые технологии и используют их. Так получается целая цепочка. Сначала идут первооткрыватели уязвимости, затем те, кто вирусы делает, а потом те, кто их покупает. Здесь, как я сказал, они, в принципе, похожи один на другой. Вот из общего ряда выбиваются вирусы, которые, в принципе, простым пользователям мало что могут сделать, но, правда, через них могут распространяться. Это вот, в частности, известная серия вирусов, так называемый Stuxnet. Он был предназначен, как в результате анализа было выявлено, для поражения атомной электростанции в Бушере, который в том числе и Россия строит. Для вывода из строя центрифуг по обогащению урана. Вот это такой был очень громкий вирус, который, как все говорят, был разработан явно спецслужбами соответствующих стран. Что касается пользователей, то в последние полгода очень активно развиваются вирусы для мобильных устройств. Такие универсальные коммуникационные средства, как смартфоны, планшеты, постоянно включены. А писатели вирусов сейчас как раз сосредоточены на том, что постоянно подключено к интернету. Если для обычных компьютеров за полгода количество вирусов увеличилось примерно на 25-30%, то для примера только к одной системе Android на 60 с лишним процентов. Ну и пользователи, в частности, так или иначе позволяют использовать этому вредоносному обеспечению свой компьютер. То есть, когда, например, человек на смартфоне или на планшете выбирает стандартный Google Play, далее скачивает оттуда какое-то приложение, и перед тем, как его установить, ему показывается список, к чему это приложение получит доступ. И если на этот список внимательно посмотреть, то там доступ практически ко всем ресурсам компьютера. Это и к книге контактов, и к SMS, и, соответственно, к сети интернета, и к камере, которая есть. То есть, пользователь сам как бы добровольно предоставляет полный доступ к своему устройству. Ну а дальше уже все данные с его устройства собираются, опять же, распространителями рекламы. Это сейчас основной двигатель всего этого. То есть, все делать за деньги. Примерно раз в 10 минут в мире появляется новый вирус. Однако срок жизни вирусов короткий – буквально 2-3 дня. За это время их задача успеет распространиться, выполнить свое дело. Так как через этот срок антивирусные программы детектируют компьютерных червей и устраняют их 2-3 дня, период которой в итоге и остается у разработчиков вирусов, чтобы активно действовать. По поводу развития в будущем, тут, наверное, выйдет на первый план направление по сбору персональной информации. То есть, уже сейчас, например, взять крупные фирмы типа Google, на них даже чуть ли не в международные суды подают. То есть, в одной компании сосредоточено все. Сосредоточена электронная почта, то есть, соответственно, сайт Gmail, и эта компания имеет к ней доступ. Сосредоточен хостинг файлов YouTube, всем известный. То есть, опять же, Google имеет возможность знать, что, какой пользователь, какие видеоролики смотрел, какие понравились, какие нет. Потом далее сосредоточен картографический сервис. То есть, опять же, Google знает, где бывал пользователь, в каких магазинах и так далее. То есть, в итоге получается, что о пользователе собирается практически вся информация. Эксперты говорят, что в будущем, вероятно, все будет идти к тому, чтобы, предугадывая поведение пользователя, выдавать ему уже адекватную контекстную рекламу. То же самое социальная сеть. Есть у нас одноклассники ВКонтакте. Сейчас Google создал свою сеть, Google+. Точно так же, допустим, будут отслеживаться разговоры людей. Например, пригласил парень, девушку куда-то погулять. Далее отслеживаются письма, которыми они обменивались. Например, посетили такое-то кафе, там, такие-то блюда заказали, то-то понравилось, то-то нет. И в итоге, зная всю эту информацию, Google, например, видит, что у этой девушки день рождения через неделю, и он уже делает целенаправленную рекламу, что вот, пожалуйста, можно купить вот такие-то цветы, можно сходить вот в такую-то, к примеру, в такое-то кафе, в такой-то ресторан, где уже блюда есть определенные, которые понравились этим людям. То есть это будет абсолютно целенаправленная реклама, то есть полный контроль пользователя дальше. И все это будет абсолютно добровольно. Обезопасить себя в сети становится все сложнее. Сами средства защиты хороши, но остается человеческий фактор. Получив письмо, в котором написано «Открою, эта страница интересно», пользователь, забыв обо всякой безопасности, нередко решает прочитать сообщения. Такие послания часто содержат тот или иной вирус. Все это показывает, насколько прогрессивно сейчас развиваются методы социальной инженерии. И вот самое главное, чтобы пользователь как бы сам решил, что это он сделал по своему желанию, а не ему как-то навязала реклама. То есть вот для этого, например, взламываются аккаунты в тех же самых ВКонтакте, в Mail.ru в Одноклассниках. И от имени такого взломанного аккаунта друзьям этого человека присылают сообщение. «Посмотри, там вот это очень интересно». Он смотрит, пришло от его друга. Ну, уже думает, раз друг, значит, все нормально. И переходит по этой вредоносной ссылке. То есть тут только людям остается смотреть, как тут говорится, что если вы в лотерее не участвовали, то вы не можете в ней выиграть. А таких писем приходит много. «Вы там выиграли столько тысяч долларов, пожалуйста, там представьте данные, и мы вам пришлем». Мы устанавливаем массу бесплатных программ, и при этом соглашаемся с тем, что будет получен доступ к нашей записной книжке, к списку контактов, к почте, а нередко к камере и к микрофону. Что будет в реальности сделано этой программой, зависит только от ее разработчиков. Бесплатные программы, естественно, не могут существовать просто так. Они должны окупаться. Вот таким средством окупаемости является, в частности, контекстная реклама. Но вот как дальше будет разработчик использовать эту программу, зависит от его совести. Сейчас даже в Гугле уже сделано что-то типа переноса от реальной жизни в виртуальное пространство. Вот, к примеру, у нас владеет человек какой-то собственностью. Вот он дальше, например, умер. Ну, не дай бог, конечно. И все, что принадлежало ему, далее либо по закону, либо по завещанию, переходит его наследникам. Это то, что касается материальных активов. Вот сейчас такая инициатива сделана и для электронных активов. То есть, например, человек создал запись в социальной сети, там хранит фотографии, какие-то музыку, еще что-то. И вдруг он перестает к этой сети обращаться. И он может задать определенные моменты, что-то типа такого электронного завещания. Что если я, например, в течение полугода к этой странице не обращаюсь, то, наверное, что-то со мной случилось. И далее оповестить моих друзей, там, из списка, передать им права на этот аккаунт и так далее. То есть, что-то типа переноса того, что у нас уже много лет используется в реальной жизни, вот в такое электронное пространство. Мы все больше и больше от него зависим. И уже эти электронные активы, они начинают иметь тоже стоимость физическую. Что касается вирусов, то именно их сегодня можно считать электронным оружием. Не секрет, что в разных странах создаются так называемые киберподразделения, кибервойска. Они есть и в Китае, и в Америке. Очень давно, где-то более 10 лет назад, был такой случай, когда с помощью вот такого вот вируса был убит человек в больнице в Америке. То есть удаленно хакер перепрограммировал аппарат, я точно не помню, то ли искусственного дыхания, то ли поддержки сердечных ритмов. И в итоге человек умер. Ну, естественно, хакер этот тоже был потом устранен теми, кто это все заказал. Ну, такой прецедент за тысячи километров через океан было сделано. Это вот первый, наверное, такой случай, который получил огласку, когда реально все это. Потому что тогда средства защиты, конечно, были еще слабые, особенно вот в таких медучреждениях. Так как все сейчас подключено к интернету, все так или иначе связано и управляется через сети. Несомненно, это очень удобно. Но, естественно, проникнув в такую сеть, можно сделать очень многое. Пока такие войны, они ведутся не против конкретных людей, а в частности, все вот эти вот информационные технологии, они используются в международных конфликтах всевозможных. Вот, в частности, то, что сейчас происходит между Северной и Южной Кореей, в частности, американские войска, ну, особенно те, которые производят электронную разведку, они сейчас там находятся в районе этого корейского полуострова, собирают всю информацию для того, чтобы противодействовать потом силам Северной Кореи. Ну и, в принципе, американские войска вот такие присутствуют во всех точках конфликтов, которые ведутся в нашем мире. То есть сбор такой информации, он является очень важным. Ну и против людей обычных пока это не применяется. Здесь больше вот то, что я говорил, это контекстная реклама. Но вот над чем стоит задуматься пользователям и что нужно знать о планшетах или смартфонах. У них, с одной стороны, есть хорошая особенность, что все настройки и параметры архивируются на сервер Гугла. Если у вас что-то с планшетом случилось или вы, например, купили новый смартфон, более мощный, вам не надо будет восстанавливать всю информацию. Вы просто укажете, что нужно взять все эти данные из имеющегося архива. Но раз эти данные туда размещены, значит, они все там и хранятся. И при желании их может использовать либо сам Гугл, либо те, кто с ним работает. Работать Гугл может со всеми, в том числе и со спецслужбами. В России все-таки менее популярное устройство производства Apple. То там смартфон полностью о себе записывает данные, где он находился. Вплоть до того, что может даже фотографировать изображения, которые были рядом с этим смартфоном. В нем хранится база данных с этими всеми параметрами, которые он отследил. Ну и есть специальные программы, которые для той же самой полиции американской сделаны. Чтобы, имея вот этот вот смартфон, можно было прочитать специальный файл журнала и проанализировать, где был пользователь, когда, что он там снимал, с кем он говорил и так далее. Все это внутри телефона записывается. Естественно, все это сделано из благих побуждений. Но кто знает, как еще это будет использоваться. Что остается добавить? Любой пользователь должен понимать, что безобидное посещение какого-нибудь сайта может привести к катастрофическим последствиям для компьютера. Наличие хотя бы примитивного антивируса в разы понижает риск заражения. Осторожное посещение подозрительных сайтов позволит вам избежать попадания сетевых вирусов на ваш компьютер. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!